Всем привет! Скоро Новый год, люди начинают переживать и нервничать о том, как украсить квартиру, что купить в качестве подарков своим друзьям, родным и близким, и множество-множество других вещей, в которых они волнуются и начинают испытывать стресс. И я решила снять несколько роликов о том, как не совершать типичных ошибок для этого праздника, но при этом полностью подготовиться. Можно заметить, что город и торговые центры становятся полностью украшенными и новогодними с 1 декабря. Но это делается не столько для того, чтобы дарить людям ощущение праздника и праздничное настроение, а чтобы люди покупали. Покупали украшения для дома, украшения на ёлку, подарки, сувениры. Но обычный человек достаёт ёлку и вообще украшает свой дом и свою квартиру только в 15-20 числах, если не позже. А весь год держать в голове то, что содержится в наших новогодних коробках или в шкафу, невозможно. Поэтому практически все совершают эту ошибку, на мой взгляд, самую большую, и начинают скупать. Скупать мишуры, гирлянды, ёлочные игрушки, задумываться о том, что в прошлом году был один цвет украшений, в этом можно попробовать что-то другое и так далее. Я хочу, чтобы вы знали, что вы ведётесь на уловке капитализма. На самом деле ёлочный дождик, купленный по акции, не даст вам этого новогоднего настроения, не даст вам радости. Тем более он 100% у вас где-то лежит, купленный либо в прошлом году, либо несколько лет назад. Знаете, что все эти скидки и все товары новогодние, они будут продаваться до 31 декабря точно и, скорее всего, ещё и в январе. Поэтому не нужно торопиться. Только когда вы уже всё достали из того, что имеется у вас, всё украсили, поставили ёлку и заметили, что либо чего-то не хватает, либо что-то хочется докупить, только тогда стоит идти в магазин. То же самое, кстати, касается подарков. Покупать заранее какие-то безделушки или сувениры не нужно. Да, все эти новогодние ярмарки, оформленные веночками, деревянными украшениями и так далее, они выглядят прекрасно, но вот на этом и нужно остановиться. Нужно просто, если вы куда-то ходите или если вы едете с работы, смотреть на них, порадоваться, почувствовать то, что совсем скоро праздник. И спокойно идти домой без покупок. Потому что впереди ещё целый месяц. И у вас наверняка состоится разговор с другом о том, какими подарками вы хотите обменяться. Точнее, что бы вы хотели, каждый из вас хотел получить на этот Новый год. И не стоит даже смотреть ролики на Ютубе из разряда 20 бюджетных подарков родным и близким. Потому что если вы хотите сэкономить или просто не знаете, что подарить человеку, возможно, тогда не стоит и ничего дарить. Ведь это ваш человек, вы должны его знать. Либо должны осмелиться спросить его, что бы он хотел получить. То же самое с нарядом вашей ёлки и украшением квартиры. Зачем брать какие-то чужие идеи из роликов, когда это ваш дом? И придумайте сами, как вы хотите, чтобы он выглядел. Как вы хотите его украсить. По своему опыту могу сказать, что как раз если вы изолируетесь от вот этого натиска. Купи, сделай, сделай то, сделай это. К вам скорее придёт это новогоднее настроение. Потому что вы будете придумывать. Вы будете делать своими руками. Вы будете вспоминать, что у вас есть. Либо достанете старые украшения и придумайте, как их использовать в новом ключе. Думайте своей головой. Это только ваша жизнь, ваш дом и ваши люди. Спасибо, что посмотрели. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»